Я, конечно, не готов, но готова. Друзья, здрасте. 2021 год на дворе, мы в Челябинске по-прежнему. И интервью с братком. Браток воодушевлен, успел уже что-то позавтракать, видимо, хорошо. Всем привет. Я чуть-чуть поел только. Ну, я просто рад тебя видеть. Взаимно. Нахлынули сразу воспоминания. Помнишь, как мы с тобой в Швецию ездили? Конечно. Я даже помню, как я вставал раньше тебя. Почему я вставал? Я сегодня, кстати, тоже почему-то раньше вставал, я не понял. Раньше меня? И раньше тебя, я думаю, тоже. Я не участник, я комментатор. Но я сегодня в 5 встал раньше. Я почему-то просто лучше в 5, наверное, утра. Почему? Не понял. Ну, 2 часа разница, может, по этому? В 7? Нет, я думаю, в 12 просыпаюсь. Тут большая... Нет, я не знаю. Может быть, просто какие-то турниры на меня так влияют? Ну, есть такая мобилизация, но я вроде не особо переживаю. Это же тоже не участник. Волноваться тебе не нужно. А я вот волнуюсь почему-то. Ну, чуть-чуть, но я не знаю. Просто как-то может перелет, смена часового пояса, как-то мне так сказалось. Я не знаю. Просто еще такой момент, что мы вчера, когда летели ночью, я вообще не спал. Поспал потом с утра, и, может быть, это тоже сказалось. Ну, типа, что, в общем, как-то так все сложилось, и поэтому сегодня спал не очень. Ну, хорошо. Ты в StarCraft второй играешь, я видел, да? Да, играю, играю. Ты профессиональный игрок? Да. В какой команде ты состоишь сейчас? Starcom. Сколько времени посвящаешь тренировкам? В день, ну, по-разному. От 4 до 8 часов. В серьезно? Да. Ну, бывает, конечно, поменьше, но примерно, да. Стараюсь. Просто я захожу, ты там стримишь, катаешь, и это самое, не комментируешь часто, когда катаешь. Ну, это как раз таки и есть, потому что в StarCraft я очень, если концентрируюсь, очень сложно комментировать. Потому что, если я не комментировать, что я делаю, я понимаю, что у меня уже действия ушли куда-то там вдаль вперед, а я комментирую еще там, что было минуту назад или две. Ну, в общем, я сам себя замедляю. И поэтому, да, если я стараюсь играть серьезно, то, ну, очень мало комментирую во время. Конкурентность какая? Ты справляешься с щеглами? Вообще, на пятки просто наступают. Просто они молодые вообще давят, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Но я так потихоньку справляю. В СНГ, да, в Европе сложно, хотя вот тоже попал в топ-32 сейчас на чемпионат Европы. Участвую. У меня что, это DreamHack, который сейчас идет? Да, DreamHack. Ну, у вас сейчас середина группы, да, идет? И у тебя там где-то третье, четвертое место или четвертое, пятое какое-то такое? Ну, у меня сейчас вообще показывается там, да, четвертое место, но это только мы сыграли еще два тура. То есть, и у меня пока получается один-один счет. Ну, вот поговорим о скиллоусе, например, да? Вот товарищ забил на школу, кое-как ее закончил, в УЗ поступать не планирует. Ему 20 лет, он топ-1 России. Страшный вид тебе должно быть? Почему? Ну, серьезный парень. Он же тебя уничтожит. Ну, он хороший игрок. Он сильный игрок, поэтому, наоборот, отлично. Потому что, когда нет обновления новой крови, то, ну, у нас как-то бывали очень много перспективных игроков. Но они потом раз как-то и вот доходили, вроде, вроде вот сейчас, сейчас, вот сейчас, и все. И сходили с пути, поэтому это очень круто. То есть, он, наоборот, уже ведет. Он сейчас в СНГ лучший игрок. То есть, это офигенно круто. Я знаю, что это тяжело, поэтому, ну, я очень рад. Мероприятия, ты наверняка первый раз тоже в Челябинске, как и многие. Потому что редко проводятся мероприятия подобного масштаба в городе, хоть и миллионники, но не, ну, не центральном, ни Москва, ни Питер. Впечатления от города? Жарко, да? Очень жарко. Впечатления от города? Ну, я то, что только видел. Ну, мне погода понравилась вечером. Вчера я прям кайфовал, когда шел. Это прям супер. Но днем, это, ну, ребят, я не знаю, это очень сложно. Потому что идешь и просто потеешь. В смысле идешь? Стоишь, просто потеешь. Вот. А так, ну, я опять же, я никуда только не ходил. Только до клуба, до юности и до гостиницы. Все. У меня три точки, то есть, между ними курсировал. Окей. Ты стримишь, насколько я понимаю, да? Да, да, стараюсь. Только StarCraft или что-то еще? Периодически бывают разные игры. Но у меня, в основном, конечно, зрители любят StarCraft. То есть, я так еще, конечно, МНК стримлю. Ну, мы просто компанией собираемся, так прикольно. И вот, бывает, запускаю стрим. А так, да, в основном только StarCraft. Как сейчас StarCraft, насколько я понимаю, постепенно в СНГ, ну, либо он на таком же уровне, либо чуть поменьше, чем пару лет назад, по крайней мере, смотрят. Или нормально все? В СНГ здесь сложно сказать. Смотря какой контент идет. Потому что, если, например, я играю один на один, то примерно такой же уровень. Но если я стримлю турнир, даже, например, для наших СНГ игроков, которые комментирую сам, то гораздо больше людей смотрят. И вот, ну, люди, видимо, это самое интересное, они приходят. То есть, это в этом плане круто. Просто турниров таких не очень много, но если турниры проходят, люди... Я не знаю, откуда они появляются, в общем, но как-то собираются, такие, заходят, такие, вот, оп, оп, все. Ну, круто, в общем, в этом плане. Так что, я не знаю, то есть, с одной стороны, говорят, что StarCraft как умирает, да, но вот есть такие моменты, которые показывают, что там недавно был даже рекорд, что количество игр в StarCraft было побито, то есть, вообще, в сумме, за какое-то там время. То есть, вышел какой-то патч, люди, ну, видимо, заинтересовались и пошли опять играть. И вот тоже, как это завлияет, я не знаю. Ну, а что Близзы тогда забивают на него? Если по статистике все ок. Хороший вопрос, хороший вопрос, я не знаю. Это, знаешь, вот тоже был такой момент, когда, 2013 год, наверное, просто был момент, когда спонсоры выбирали между разными играми, они говорили, что в StarCraft, к сожалению, меньше людей смотрят, и поэтому вкладывать деньги в него, ну, то есть, выхлоп получается гораздо меньше. И поэтому они переключаются на другие игры. Может быть, то же самое и у Blizzard, к сожалению, получилось, что они, другие игры говорят, ну, извините, больше приносят как нам дохода, поэтому мы переключаемся на них. И все. Знаешь, что радует? В стратегии они такие, они долгоиграющие. Если ты сейчас вспомнил 2013 год, я вспомнил один из последних ВЦГ, и как раз когда стало известно, что это последний ВЦГ, а это был единственный турнир по Варику, который проходил каждый год. По Варику. И тогда как раз появлялся уже второй StarCraft, и все там уже думали о переходе с первого StarCraft на второй, и с Варкрафта на второй. И долгое время, несколько лет было затишье, но потом Китай, Корея, европейская сцена сейчас у нас уже три года оживает, при том, что со стороны Blizzard было только плохо все. То есть выход рефор, наверное, ты слышал про это. Да, смысл в том, что я думаю, та аудитория, которая сейчас смотрит, она может и через пять, и через десять лет, ну, практика Варкрафта этого показывает, у нас 2021 год, а мы прощались с Варкрафтом в 2013 году. Она может, ей может StarCraft быть интересен и тогда. Да, да, вполне, потому что, да, это, кстати, вот Варкрафт хороший, очень прикольно, когда тот же самый Happy, то есть играет, я смотрел тот же раз, когда сцену, то есть некоторые игры совсем чуть-чуть, но прикольно. Это очень круто, вдохновляет. Ну и тем более у нас, получается, есть время до выхода новых стратегий, а той же самой Frost Giant, есть надежды какие-то, все что-то надеются, ты не надеешься? Пока нет, потому что там же все совсем на уровне обсуждения, даже еще, так что, когда это будет, как это будет выглядеть, ох, я, поэтому, да, лучше ничего не ждать, пускай будет хороший сюрприз. Вот так. Чем ты занимаешься помимо игр и стриминга? Семья, степеницы уже по раму уж нет? Нет, смотришь, что-то... Еще рано. Ну, вообще, я так еще боксом занимаюсь, ну, то есть спортом, можно сказать, так, да. Рано, а когда будет не рано? Тебе сейчас сколько? Тридцать четыре? Да, ну, когда? Это такой вопрос, на самом деле, очень сложный, вот. Как все сложится, как... Кто знает, может быть, завтра, может быть, сегодня уже все там, ну, да, я не знаю. Ладно, хорошо, давай тогда к комментированию нашу сегодняшнему. Оказывается, мы с тобой будем комментировать Старик. Ты готов? Я-то готов. А, ну, так нет, я готов, что ты будешь комментировать, так что я пришел, ребят, вообще, спокойно сидеть, слушать, внимать, ну, как бы, все, ну, это же вообще впитывать просто. Кстати, я помню, как ты комментировал мои матчи на DreamHack, так что, да, это будет прикольно послушать. Хорошо, спасибо, я буду стараться. А давай что-нибудь с товарищем на Гудгейме скажи, может, кому-то конкретному хочешь привет передать или с копом какой-то группе людей, лиц? Да, всем ребятам, которые смотрят Старкрафт, в том числе обязательно, конечно, кто смотрит мои стримы, ребята, большое вам спасибо за поддержку, за комментарии, то, что там сейчас ребята болеют, когда еще я здесь нахожусь, они там за меня все равно болеют, тоже мне в Дискорде, ВКонтакте пишут. Ребята, большое спасибо. Хорошего вам дня, приятного просмотра, до новых встреч. Спасибо, Павел.